Субботний рассвет наша команда встречала в угодьях. С инструктажом и заполнением документов мы справились быстро. Расстановка на номера тоже не отняла много времени. Здравствуйте, товарищи. И вот мы снова на охоте. Сегодня поехали в новое для нас хозяйство. Будем стараться добыть лося здесь. Сейчас у нас первый загон. Место по виду перспективное. А там посмотрим, как пойдет. Я стрелял первый. Прицельно, после вылетела, сразу резко развернулся лось. Пошел на мой дед. Отвало все было. Я, кстати, перераза по-любующему. Не вижу, должен повлечь. Запутание не видно. Тогда пока больше не стреляем. Потому что хрен знает, что там наделали. Ну что, Николаевич, мы пока разрядимся? Ну, я так понимаю, что стреляли по одним и тем же. Просто зацепили хотя бы одного или, не дай бог, два подранка. Тогда уже совсем другая ситуация. Пока не стреляете, все. Я правильно понимаю, что, конечно, стреляли там, где камеры ни у кого не было. Никто ничего не снял. Дело было так. Он, осина, стоит на дороге. Он с мхом на ней. Мох на ней видно. Он большая. Это вот который метр семьдесят? Ну, чуть подальше. Ну, дорога там. Да, на дороге. Вот я вот в нее стрелял. Стрелял или стоял? Вот, стоял. Выбегает первый лось. Сейчас, выбегает. Первый лось вот этот. Я делаю выстрел. Ну, видно, попадает. Подожди, а первым кто стрелял? Первым стрелял там другой стоял стрелок. Он видел двух сразу. Он стрелял по большему. Выбегает на меня первый метр семидесяти, восьмидесяти. То есть вот здесь вот низинкой бежал? Вот, вот эта толстая береза стоит. Вот перед ней, вот он метров пятнадцать, наверное. Оттуда вот так они шли. Из низинки, оттуда вот сюда наверх. Выбежал этот первый, я его увидел, рогатый, сделал выстрел. Видно было попадание, пар. Вот, он дальше ускорился, ну, и после первого выстрела, я в него выстрел, выбежал второй, большими рогами уже. Но я его стрелять не стал, потому что я видел попадание. То есть ты поэтому уже дострелил? И я его бегущего, ну, на махах шел хорошо. Я бегущего уже стрелял дальше. А тот первый куда пошел? А тот добежал, они оба добежали, вот, например, отсюда, вот до этих березок. Ага. Вот березняки. Я их уже оттуда не видел. Большой развернулся, ушел направо, в низину. Второго я уже не видел, то есть вот он лег здесь. То есть ты здесь видел, что один? Один с большими рогами, он ушел вниз, и потом, как говорят, ушел куда-то туда налево. Ситуация какая, стоим, топот, очень сильный топот, даже почти вибрации на земле. Значит, по центру с поля идут двое. Сразу определил прицел, что с рогами два быка. Второй больше размером, первый меньше размером. И по рогам, и по размеру рогов. Встали перед деревом, смотрю на коллегу, то есть на его реакцию, готов, не готов, видит, не видит. Дальше резко набирают ход, припрыгивают это дерево. Ну и, к сожалению, что называется как в тире, но на ходу. Здесь произвожу прицельный выстрел по лопатке. Лось резко разворачивается, показывает мне пятую точку. Ну и дальше они набирают ход. Первый опыт есть, короче говоря. Общение с лосями и с березами. Отличное попадание. Береза не ушла. Товарищи, всех с полем. Стрелка отдельно. С полем. Поздравляю всех с охотой. Ура! Ты с чего стрелял? ЧЗ 550 и 308 калибр. То есть болтовик. Болтовик. И четыре раза успел. Четыре раза. И все прицельно. Все прицельно. Ну, молодец. С полем тебе. Спасибо. Это первый лось твой. Первый лось. Ну, молодец. Сначала мясо должно дать сока. Хотя все люди говорят, ну вернее многие говорят, что мясо нужно немедленно обжарить на как можно более высоком огне. Чтобы якобы соки остались внутри. Это, с точки зрения, имеет право на жизнь. Но это не наш путь. Ну, как бы можно готовить и так, можно готовить по-другому. То есть в конечном итоге мясо останется сочным. Как бы люди подтверждают это, что мясо сочное? Да. Хотя там практически нету масла. Там нету ничего, как бы, да. Там никто не добавляет воды и каких-то специальных вещей. Мясо остается сочным. Потому что мы сначала, как бы при быстрой готовке, хотим, чтобы мясо дало немного сок. Немного сок. Значит, обжариваем мясо, потом добавляем лук. Лук тоже дает сок. Температура не очень высокая. То есть, вот мы показываем, да, то есть это, ну, хорошие такие угли. Ну, такие, градусов, наверное, 300. Вот. Мясо сиреет и начинает давать сок. Когда мы не увидим красного мяса, мы добавим лук. А потом, когда лук тоже даст сок, и мы увидим достаточное количество сока, мясо слегка, 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 тогда размягчится. Вот. Потом. То есть, это где-то занимает у нас 3-4, может быть, 5 минут. Как бы с момента, когда мы положили мясо. Вот. То есть, 2-3 минуты мы обжариваем в раскаленном, правда, масле. Мы, как бы, обжариваем мясо. Вот. Ждем, когда оно все посередет и даст немного сока. После этого добавляем лука и ждем, когда лук тоже даст немного сока. Вот. И после этого, ну, как бы, мы переносим в зону высокой температуры, да? И, собственно говоря, вот тут начинается процесс готовки мяса. Весь этот сок практически уходит снова в мясо. Он не высыхает, мясо не высыхает. Оно не обгорает снаружи, что, вообще говоря, и вредно, как бы, и для здоровья, и невкусно. Сертифицированный пробовальщик у нас есть. Ну, как? Ну, как, элитович? Итак, кулинар. Нет, я просто к тому, что, как бы, не обязательно готовить так, как готовит Дормедон. Давайте. Вон стоит. Вон, 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 миска. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Вот, вон, 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 вон. Вон, 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 вон. И нету линию, не говори. У нас второй день охоты. Вчера было плюс 5, а сегодня уже минус 9. трава хрустит все замерзла снега нет ведь и очень так шумно и в лесу сейчас тишина ветра нет по идее если где-то что-то пойдет должно быть очень хорошо слышно глухарь поднялся прям с поля вот здесь внизу сидел пока на номер стоял два глухаря пролетела второй загон в первом лосе у нас так не вышли несколько номеров в первом загоне слышали лосей они видны видимо недалеко лежали и вот пока мы шли расставлялись прямо под шумели они вдоль номеров прошли и так аккуратненько внутрь загона но отлично тогда отбой стоим на номере не дышим вдвоем я соседний номер слышу тишина но дыхание идет я думал что идет смысле дыхание но как у астматика тишина ничего ни одна ветка не хрустит и прям идет вдоль раз тишина потом слышу спустилась бугра они я не вижу кто это подумал кабан ну потом понял что скорее всего есть потому что дыхание у тебя и чувствую они потрескают внизу стоят тут зала и лесу если стоят но слышно как они на месте топчется и даже что значит они но звери какие-то несколько ложки несколько дыханий там потреска чуть ниже и минут 15 вообще просто гробовая тишина именно внизу после этого загонщик начал кричать собаки взяли след залаяли и сюда уже зверь пошел здесь же константин снайперским своим выстрелом шумно было достаточно шумно и шли но вот собаки работали зверь взят из-под собак фактически ну достаточно быстро два быка шли первый бык меньше отростков было ну около трех наверное если удалось рассмотреть а второй бык вот такой но первого я пропустил по причине того что не уверен был что я его возьму с одного выстрела а второй бык а ты где стоял а стоял я вот там где примерно вышка где вышка это вышка лабаз лабаз а вот у лабаза ты стоял и стрелял вот здесь да напротив ну да это метров под 80 вот так так они оба вот здесь проскакивали один вообще кромкой прошел поэтому я и кромкой это в смысле вот там вот кромкой вот этого леса вот вот он перед нами 25 метров и вот кромка этого леса под сотку да нет вот вот он я понял понял но здесь просто бугор там нельзя ну вот и я решил что его надо пропустить а второго дорога видел рога видел если бы я не видел я бы не стрелял понятно сколько ты лет ездишь за быком за быком я езжу с 2011 года с коллективом форма первый раз бы когда был вот в девятнадцатого до 8 8 отростков на за восемь лет за восемь лет каждому отростку копил молодец коль вот тут и молодец кость давай спорим тебя полем гостантин поздравляем тебя с охотой с полем и трофеем молодец хорошая красавица